Приветствую вас, дорогие мои друзья! Я вновь с вами и готова показать вам новые интересные места Вечного Города. Когда я долго не загружаю на YouTube новые видео, мне чего-то не хватает, и я понимаю, что мне не хватает ваших комментариев. Многие из вас начинают утро с чашечки кофе из моих видео, а я начинаю утро с чтения ваших комментариев. Спасибо каждому из вас, кто пишет. Ваши комментарии мне помогают, окрыляют, и я понимаю, что не зря веду этот канал. В этом году лето в Риме очень жадкое, но мои маршруты прогулок в основном проходят по тенистым улочкам, и летом мы все чаще заходим в церкви, где можно спрятаться от жары. Сегодня я покажу вам одну очень интересную церковь, которая находится рядом с главной достопримечательностью, где всегда собирается очень много народу, но она так скромно встроена в дом, что многие ее просто не замечают. Пробегая по площади Испании, я каждый день снимала, как готовят площадь к параду МОД. И вот, наконец, долгожданный день. Многие его ждали. Сейчас на площади идут последние приготовления к параду МОД от Валентина. 8 июля в 20 часов 30 минут здесь было просто потрясающее зрелище мирового масштаба. Давно в Риме не проходил показ МОД, а сейчас как будто произошла перезагрузка, и в Рим вновь возвращается высокая мода. Музыку я, конечно же, сменила, чтобы не было нарушения авторских прав. Модели прошли по дорожке длиной 600 метров, которая соединяла Испанскую лестницу, Испанскую площадь и площадь Маньонелли, где находится центральный офис агентства высокой моды стилиста Валентину. В 90-х годах на Испанской лестнице каждый год проходил парад МОД. Он назывался «Донна Соттелестелли» – «Женщина под звездами». Но тогда он проходил всего 18 раз. Потом был большой перерыв. И вот опять возвращается традиция проведения парада МОД на Испанской лестнице. Раз в год в течение одного вечера итальянцы и гости города наслаждались высокой модой, световыми эффектами и музыкой. Хочется надеяться, что на следующий год мы вновь увидим эффектный парад МОД. Испанской лестнице У меня часто спрашивают, когда лучше приехать в Рим. Однозначного ответа нет. Например, июль – прекрасный месяц для того, чтобы насладиться атмосферой летнего Рима. Так как именно в этот период проходят массовые мероприятия в вечернее время. Везде звучит музыка, концерты, театрализованные представления проходят на площадях Рима. Одним словом, жизнь кипит и атмосфера зашкаливает. В августе же город пустеет, многие итальянцы уезжают в отпуска, и много интересных мест просто закрыто. Тут самое главное – правильно спланировать день. Утром – экскурсия по городу, после обеда – отдых в отеле, а потом с новыми силами – свеженький и бодренький – выходите на вечернюю прогулку, чтобы почувствовать атмосферу вечернего Рима. Жаль, что у меня телефон в вечернее время снимает очень плохо, но все равно как-нибудь покажу вам вечерний Рим. Он сказочный. Если утром в центре города после летних ночей еще успевают убирать мусор, то в районе Трастевери, как в забытом богом районе, мусор с площадей убирают только к обеду. Мне очень жаль туристов, кто заказывает экскурсию в район Трастевери утром. Любой гид вам будет показывать самые интересные места этого района. Но ваше впечатление об этом районе могут испортить горы мусора и разбитых бутылок. Лучше заказывайте экскурсию по этому району во второй половине дня. Любой турист, чтобы выбросить мусор, ищет мусорку. Но их в Риме так мало, куда же туристу бросать мусор? Только на землю, так они и делают. А службы по уборке города работают очень плохо. Остается только вздыхать и разводить руками. Но давайте не будем о грустном. Сейчас я расскажу вам про церковь, как и обещала. Рядом с площадью Навона находится много церквей. Среди них есть одна церковь, которая поразит вас своим богатым убранством. По улице Святой Агнессы я вышла на улицу Санта-Мария-де-Л'Анима. Перед нами башня Меллина. Если внимательно ее рассмотреть, то можно увидеть фрески, которые украшают эту башню. Средневековая башня в конце 15 века стала частью дома известной римской семьи Меллини. А по случаю бракосочетания племянницы папы Иннокентия VIII в 1491 году башня была полностью украшена фресками. С правой стороны, скромно спрятавшись среди домов, возвышается немецкая церковь Санта-Мария-де-Л'Анима. В переводе с итальянского – Богоматерь души. Фасад здания украшает Мадонна с молящимися душами. Церковь была построена на трех домах, которые купила немецкая семья во второй половине XIV века. Они решили на этом месте сделать больницу и приют для паломников. Во время строительства молельни была найдена фреска с изображением Марии между двумя душами в чистилище. Когда решили возвести церковь, ее назвали Санта-Мария-де-Л'Анима. Для больницы и приюта были куплены дома недалеко от сегодняшней площади Навона. Купили дома, вступили в собственность и организовали приют. В этом районе всегда проживало много иностранцев. В приюте предлагали паломникам кров, еду и помощь. Так сформировалось братство Санта-Мария-де-Л'Анима. Благодаря пожертвованиям были накоплены деньги и вложены в покупку недвижимости, здесь же, вокруг площади Навона. Эти здания сдавали в аренду для того, чтобы заработать деньги на строительство новой церкви. В это время папы вернулись из Авеньоны, и в Рим стало приезжать еще больше паломников. Ну а когда оказываешься в чужой стране, людям всегда хотелось говорить на родном языке. Так к братству присоединилось еще больше людей. Братство росло и развивалось, и маленькая молельня приюта перестала вмещать всех желающих паломников. Было решено построить новую церковь. Первый камень был заложен в начале XVI века, и через 23 года строительство было завершено. Сначала главным архитектором был немец. Он разработал проект, вдохновленный готическими формами. Но проект не был принят. Было решено, что здание церкви должно перекликаться со стилем римского ренессанса. Руководители приюта тогда обратились за советом и помощью в строительстве церкви к Браманте и Джулио де Сангало. Доната Браманте помогал в реализации нового проекта. Строительство финансировали за счет доходов с недвижимости братства. И частные пожертвования банка Фугера. О нем я расскажу позже. Во времена эпохи Возрождения была очень большая конкуренция между братствами. Рядом с площадью Навона находится французская и немецкая церковь. Они конкурировали между собой и соревновались. В 1520 году была завершена колокольня, облицованная майоликой. Это считается один из элементов немецкого стиля. На фасаде гербы папы Адриана VI, останки которого 10 лет спустя после смерти были перенесены из Ватикана в церковь Санта-Мария де Ланима, о чем я тоже позже расскажу. Но внутренние работы еще продолжались. Потом был 1527 год разграбления Рима. Финансирование, конечно же, было прекращено. И только в 1550 году, через 50 лет после начала строительства, был освящен главный алтарь церкви. В церкви восемь капелл, которые богато украшены скульптурами XVI и XVII века. Внутреннее убранство церкви поражает своей красотой. Внутреннее убранство церкви. Во второй капелле правого прихода находится часовня Святой Анны. В центре фреска рассказывает о рождении Марии. Святая Анна держит на руках Марию. Слева гробницы кардинала Слузия. Автор Франческо Каваллини. Справа надгробный памятник Джованни Савиньору, главному финансисту убранства часовни. Над бюстом работали Александр Альгарди и Джан Лоренцо Бернини. Савиньор изображен молодым с усами и кудрявыми волосами, с опущенной головой и сложенными в молитве руками. Справа от него бюст его племянника. Это работа Эркули Феррата. Мы много и часто говорим о скульпторе Бернини, без работ которого сложно представить Рим. Но у Бернини были замечательные ученики, о которых тоже стоит рассказать. Запомните это имя – Эркули Феррата. Он был один из лучших учеников Бернини. Его замечательные работы можно встретить во многих церквях и на улицах Рима. Например, «Ангел с крестом на мосту Святого Ангела» – это работа Эркули Феррата. В дальнейшем я обязательно буду останавливаться на его работах. Поверьте, они достойны внимания. В центре главного алтаря мы видим образ святого семейства со святыми. Сюда он был помещен в XVIII веке. Хотя его небольшой размер вряд ли соответствует монументальной конструкции алтаря, ведь этот образ был написан для другой капеллы – для капеллы Фугера. Выбор изображенных святых связан с тем, что в семье Фугера было много мужчин с именем Якоб и Маркус. Картина является работой одного из востребованных художников тех лет – Джулио Романо, ученика Рафаэля. Джулио Романо был учеником Рафаэля и помогал учителю в создании самых больших и крупных его работах. Вероятно, это была первая работа Джулио Романо, выполненная художником в немастерской Рафаэля. Рафаэль в 1520 году умер, и его ученики стали зарабатывать на хлеб самостоятельно. Его работа, конечно же, впечатляет. Фигуры расположены в виде пирамиды. Очень хорошо изображены жесты, взгляды, светотени, цвета. А на заднем плане можно рассмотреть старое здание, женщину с веретеном в руках и под ногами цыплята. Картина несколько раз пострадала от наводнения Тибра и дождя, проникавшего внутрь церкви. Ее несколько раз реставрировали, и когда ее переместили из капеллы Фуггера на главный алтарь, это положило конец поискам образа для главного алтаря. По первоначальному проекту начала XV века на главном алтаре должна была находиться скульптурная группа «Марии с младенцем и молящимися душами». Но эта идея и так и не была реализована. Видимо, просто не нашли скульптора, который бы смог сделать такую необычную тему. И тогда было решено временно поставить пьету, автором которой является Лоринцетто. Мраморный алтарь в виде саркофага датируется XVIII веком, а шесть канделябров и крест датируются XVI веком. Справа от главного алтаря находится гробница Папы Адриана VI, избранного в 1522 году. Герб Папы Адриана VI мы видели с вами на фасаде церкви. Многие называли этого Папу «Папа-катастрофа». Когда 1 декабря 1521 года умер Папа Лев X, похороны прошли очень скромно, так как Папа жил на широкую ногу, и папская казна оказалась почти пуста. Были собраны кардиналы для конклава, на котором проходили выборы нового Папы. Новым Папой стал Адриан VI. 39 кардиналами было принято решение путем голосования отдать тиару отсутствующему на конклаве кардиналу. Фамилия у него очень тяжелая в произношениях, поэтому упущу, который никогда до этого не был в Риме. После избрания он вошел в историю как Папа Адриан VI. Свое пребывание в Рим он постоянно откладывал, потому что он получил известие, что римляне были возмущены избранием чужеземца. Папскую тиару надели на Папу Адриана VI спустя 8 месяцев. Его предшественник Лев X был известен своими роскошными дворцами и праздной жизнью. Адриан же хотел отказаться от всех земных благ в целях религиозного идеала, но из-за жестоких мер его не любили в народе. Народ смеялся над ним, анализируя его дела, и называли его часто варваром. «Мы все знаем и любим Микеланджело». В то время семья Делла Ровери подали в суд на Микеланджело за то, что он до сих пор не завершил работу над гробницей Папы Юлия II, и Папа Адриан VI согласился с требованием семейства. Микеланджело был публично оскорблен, его называли вором, и никто не хотел больше давать ему заказы. Это было очень тяжелое время для Микеланджело. Через 20 месяцев после избрания Папа умер. Народ радовался его смерти. Первоначально Папа Адриан VI был похоронен в базилике Святого Петра между папами, которых народ любил. После похорон на говорящей статую Пасквино появилась надпись «Здесь лежит неблагочестивый среди благочестивых». Десять лет спустя верный друг Папы, кардинал Энкенворд, перенес вот сюда, в эту церковь, его останки. За время правления Папы Адриана VI кардинал Энкенворд был единственным кардиналом, которого успел назначить Папа. Он организовал строительство памятника Папе и самому себе. Его гробница находится напротив главного алтаря у двери. Проект гробницы разработал Бальдасаро Перуце, а работу выполнили его ученики. Такая настенная гробница была первая в Риме. Она послужила образцом для других памятников эпохи Возрождения. Под триумфальной аркой в центре саркофага находится фигура понтифика в натуральную величину. Адриан изображен спящим, с тиарой на голове. Под ним находится барельеф, изображающий въезд Адриана VI в Рим. Папа идет к воротам Сан-Паула, его окружают солдаты. Слева идет женщина в шлеме, это символ Рима. Справа на переднем плане лежит фигура, это олицетворение Тибра. На заднем плане можно рассмотреть несколько римских построек, стену Аврелиана, пирамиду Каецестия и даже колокольню церкви. Капелла Пьета. После строительства эта капелла долгое время оставалась без украшения. Потом в нее перенесли скульптуру Пьета, которая раньше украшала главный алтарь церкви. Флорентийский скульптор Лоренцетто создал работу из древнего мрамора, лежащего рядом с церковью. Лоренцетто был вдохновлен Пьетой Микеланджело. Но между ними есть отличия. Голова Иисуса Микеланджело падает назад, а у Лоренцетто голова Иисуса покоится на плече Марии. В XVIII веке специально для этой скульптуры был изготовлен пьедестал. Он изготовлен из яшмы. Капелла Фугера. Покровителями часовни была богатая семья купцов, которые в XVI веке были самыми богатыми в Европе. Один из них был немецкий банкир Якоб Фугер по прозвищу «Богатый». Он был величайшим немецким банкиром, который финансировал королей, путешественников, епископов и даже римских пап. Внук крестьянина стал самым богатым человеком своего времени. И в то время Фугер жил в Риме. После завершения строительства новой церкви он пообещал украсить третью часовню в правом приходе. В семье Фугера умерли два члена семьи по имени Маркус. Капеллу решили посвятить святому Марку, но могил здесь нет. Художник Джулио Романо специально для этой капеллы написал картину «Святое семейство», которая оставалась в часовне до 1750 года, а потом она была перенесена на главный алтарь. В 1526 году Якоб Фугер умер. У банкира не было детей. Делами стал управлять его племянник Антон Фугер. Его стали называть князь купцов. Некоторое время капелла была пустая, так как после смерти Фугера его племянник не сразу мог распоряжаться деньгами. А потом в 1527 году было разграбление Рима и опять было недостроительство. Спустя 20 лет братство напомнило семье Фугер об обещании закончить капеллу. И только тогда были наняты художники для оформления стен. Стены оформлены на тему «Жизни Девы Марии». Внизу слева рождение Марии. Она лежит только что родившаяся. А мать Анна лежит на кровати с балдахином. Внизу справа введение Марии в храм. Маленькая Мария поднимается по ступенькам в храм. На переднем плане сидит нищий на ступенях. Он получает милостыню от человека. Этим хотят подчеркнуть благотворительную деятельность Фугера. Вверху слева Мария и Элиза. Они беременны Иисусом и Иоанном Крестителем. В этой капелле вообще нет могил. Фугер и его племянник Антон были похоронены в Германии. В XVIII веке, когда картину святое семейство перенесли на главный алтарь, в этой капелле было встроено деревянное распятие. Справа от первой часовни правого прихода находится бронзовая статуя Святого Петра. Апостол одет по старинному стилю. Он восседает на троне, подняв руку в благословении, а в левой руке держит ключи. Это уменьшенная копия бронзовой статуи, которая находится в соборе Святого Петра. Оригинал датируется XIII веком. Дорогие друзья, вы видите, что эта церковь полна сокровищ, на которые надо обращать внимание. Я очень часто захожу в эту церковь. Здесь всегда хорошее освещение, и в малейших подробностях можно рассмотреть каждую капеллу. Каждый раз думаю, ну забегу на пять минут, а задерживаюсь на полчаса. И вам, дорогие друзья, советую эту церковь включить в список самых интересных мест Рима. Это настоящая скрытая жемчужина. Фасад не бросается в глаза, и многие проходят мимо нее. Ну а вы-то теперь знаете, какая это красивая церковь. Вот рассказываю вам про Рим, а сама мыслями уже в отпуске. Куда поедем, пока не скажу. Пусть будет для вас сюрпризом, потом все равно узнаете. У меня у самой целый список, что мы должны посмотреть. Ну а вам, дорогие мои друзья, кто планирует поездку в Рим, желаю насладиться вашим отпуском, вашими римскими каникулами. Возле Испанской площади, недалеко от входа от станции метро Спания, находится магазин сладостей. Я вам советую сюда заглянуть. Здесь можно купить сладости в подарок. Я уверена, этот магазин вам понравится. Дорогие друзья, пришло время прощаться. Напишите, досмотрели ли вы видео до конца или посмотрели только начало. Большое вам спасибо за комментарии, лайки, супер спасибо. Они мне тоже поднимают настроение. Это как чаевые. За то, что гуляете со мной по Риму и делитесь видео с друзьями. До новых видео, друзья мои! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok